Здравствуйте, мои родные! Салам! Я сегодня вам расскажу торгимскую сказку. Называется она «Золотая монета». Жил однажды на свете человек, у которого было три сына. Когда наступила старость, решил этот человек разделить все имущество между сыновьями. И так как он больше любил старших сыновей, то почти все отдал им. А младшему ничего не досталось. Старик собрался жить у старших сыновей. А младший хоть и понимал всю несправедливость решения, спорить с отцом он не стал. И вот стал отец жить у старшего сына. Но сын этот попрекал его каждым куском и очень грубо с ним обращался. Отец не выделил и попросился к среднему сыну. Но там повторилось все то же самое. И тогда младший сын отвел старика в свою бедную хижину. Растопил печку, нагрел воды, вымыл старика отца и стал жить с ним вместе. Утром перед уходом на работу сын кормил отца, поил. Вечером с ним беседовал, чтобы тот не скучал и ни разу не вспомнил ни о братьях, ни о разделе имущества. Жили они бедно, но зато были счастливы и довольны. Отец очень раскаивался в том, что обидел сына. Но юноша отвечал, что не считает себя обиженным. Старик часто говорил, «Аллах вознагрозит тебя за твою доброту ко мне. Я день и ночью молю его об этом. Уверен, что ты будешь счастлив в жизни». Вскоре старик заболел и умер. Младший сын на все свои деньги похоронил отца. Справил поминки и 40 дней ходил на мобилу. А старшие сыновья не были на ней ни разу. Однажды отец явился младшему сыну во сне. И рассказал ему, что в таком-то месте лежит червонец. Пусть пойдет и возьмет его. «Праведны ли эти деньги, отец?» Спросил юноша. А отец ответил, что монета обладает великой благостью. Тогда юноша отправился в названное место и действительно нашел монету. Принес он ее домой, но не знает, на что потратить. А тем временем купец из этого города отправлялся в далекие страны. Он брал заказы у своих земляков на заморские товары. Юноша взял свою монету и пошел к нему. Купец не удивился. Взял монету и спросил юношу, что ему привезти за эти деньги. «Я полагаюсь на твой выбор», ответил юноша. Отправился купец в дальние страны, много мест объездил, разных товаров купил, но нигде не мог найти ничего для юноши. Увидел он однажды на базаре огромную рыбу, которая стоила две монеты. Добавил он свою монету к деньгам бедняка и купил эту огромную рыбу. Как только купец вернулся в родной город, все заказчики потянулись к нему, а юноша стеснялся пойти. Тогда купец послал за ним человека, и юноша явился. Купец рассказал ему, как все было, и отдал рыбу. Юноша взвалил ее на спину и отправился домой. Чем ближе он подходил к дому, тем тяжелее становилась рыба. Так что, когда он вошел во двор, совсем выбился из сил и долго стоял над ней, удивляясь ее тяжести. А потом взял нож и вспорол ей брюх. И тотчас комната наполнилась звоном и светом. Из брюха рыбы непрерывным потоком потекли золото и драгоценные камни. Вскоре вся комната наполнилась ими. Юноша разбогател, но богатство не превратило его в собаку и не опинило. Таргинское пословице говорит, богатство превращает человека в собаку, то есть делает ее злым. Жирился он над доброй и красивой женщиной, которая родила ему прекрасных детей. Он заслужил почет и уважение горожан, и жил долго и счастливо. Вот такая сказка, мои хорошие. Добро всегда возвращается к тому, кто уважает своих родителей, кто заботится о них, кто сам творит добро. До следующих сказок, мои дорогие. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова